Вячеслав Анатольевич, здравствуйте! 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 определяется в индивидуальной программе, какие конкретные услуги будут предоставляться и в каком объеме. Объем также нормативно утвержден 361-м постановлением правительства с учетом как раз-таки индивидуальных нужд каждого конкретного получателя социальных услуг. Если мы говорим о стационарных условиях, это вы имеете в виду, например, геронтологические центры? Да, две разновидности стационарных организаций, если говорить о взрослых гражданах, совершеннолетних гражданах, это дома-интернаты общего типа, в том числе и Нежинский геронтологический центр и психоневрологический интернат. Понятно, в зависимости от особенностей здоровья каждого конкретного человека, он может получить услуги в том или ином типе стационарных организаций. А это услуга платная? Да, это услуга платная. То есть все особенности, скажем так, платного либо бесплатного предоставления социального обслуживания, они закреплены федеральным законом 442-м. Если говорить о стационарном социальном обслуживании, то плата за стационарное социальное обслуживание не превышает 70-75% от доходов человека. При этом учитываются все его доходы и пенсия, и одновременно денежная выплата. То есть таковы требования законодательства и нормы законодательства. А какой перечень услуг осуществляется вот в таких учреждениях, где люди находятся постоянно? Тяжелобольные либо с ограниченной возможностью? Это комплексное обслуживание человека. Это и круглосуточный уход, то есть при необходимости смены абсорбирующего белья и помывка человека, если это человек немобильный и, соответственно, не может сам за собой ухаживать. Это и круглосуточное медицинское наблюдение, поскольку мы во всех наших интернатах, в домах-интернатах, сохранили медицинскую составляющую. То есть это и врачи, и средний медицинский персонал, медицинские сестры, и младший медицинский персонал, санитарки. Питание четырех-пятиразовое в зависимости от учреждения, естественная уборка, соблюдение всех санитарных норм, обеспечение мягким инвентарем, то есть постельное белье и так далее. То есть это такой комплексный социальный уход. А есть ли у нас в Омской области реабилитационные центры для людей с ограниченными возможностями? Да, в Красноярске, в Чернолучинской зоне отдыха расположен реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, который как раз-таки дает возможность детям, имеющим особенности развития, имеющим проблемы со здоровьем, проходить курс именно социальной реабилитации. Ну, помимо социальной реабилитации, есть и педагогическая составляющая, то есть лицензия на дополнительную образовательную деятельность есть в этом учреждении, и также определенный комплекс медицинских услуг, ну, соответственно, медицинские лицензии на оказание этих услуг также имеются. То есть заезды по 18 дней, 60 человек в одном заезде. В течение года у нас есть возможность реабилитировать таким образом 1020 человек. А как этим воспользоваться? Что нужно сделать родителям? Здесь такой универсальный опять же ответ – обратиться в комплексный центр по месту жительства, то есть всю процедуру разъяснят, объяснят, скажут, что для этого необходимо. Некоторые люди все-таки решают самостоятельно заботиться о своих близких. И давайте поговорим о доступной среде для людей с ограниченными возможностями. Бывает, что, например, даже прогулки с человеком, который ограничен мобильностью, вызывают затруднения, потому что не везде есть банальные пандусы. Вот что касается их, скажите, а мечи сами должны устанавливать пандусы, например, возле дома? Или этим занимается ведомство? Значит, если мы говорим о доступности многоквартирных домов, то в соответствии с действующим законодательством, в принципе, за это отвечают либо управляющие компании, либо товарищества собственников жилья. Но, опять же, делают они это по решению, общему решению собственников жилья, которые решают, что да, мы должны определенную сумму из тех денег, которые собираются на содержание многоквартирного дома направить на установку пандуса, допустим. Понятно, что не всегда собственники, не имеющие таких проблем, идут навстречу инвалидам. Соответственно, в свое время, когда разрабатывалась государственная программа Омской области «Доступная среда», было принято решение, на инициативе нашего министерства, внести в него такое мероприятие, как оборудование входных групп домов, как раз-таки либо стационарными пандусами, либо откидные пандусы. Это те пандусы, которые останавливаются уже внутри подъезда. Если человек, допустим, живет на третьем этаже без лифта, то на каждый лестничный прием можно установить откидной пандус. И достаточно большое количество таких у нас пандусов было установлено. 500 человек получили возможность беспрепятственно покидать свои дома за счет средств областной программы. В прошлом году 76 человек. А что касается остальных людей, которым эта услуга требуется, но она пока не предоставлена? Они стоят в очереди? Люди обращаются в комплексный центр, и по мере финансирования пандусы устанавливаются. То есть необходимо заявление, необходимо для этого рекомендации в индивидуальной программе реабилитации на обеспечение человека кресло-коляской, для того, чтобы было понимание, что действительно такая потребность существует. И плюс мы рекомендуем избежание конфликтных ситуаций, потому что ситуации бывают разные. Не все из соседей готовы на то, что устанавливаются пандусы, потому что считают, что им мешают. Разные ситуации, как я уже сказал, бывают. Поэтому рекомендуем акт обследования общего имущества дома предоставлять с заключением о возможности предоставления, возможности оборудования входной группы пандусам. Этим занимаются муниципальные комиссии, соответствующие по обследованию общего имущества в соответствии с федеральным постановлением. Постановление федерального правительства они созданы. И решение общего собрания собственников, выражающего согласие на установку пандуса. То есть за счет средств бюджета, но тем не менее. Как раз таки во избежание конфликтных ситуаций. Но если большинство собственников выскажутся против? Здесь могут возникнуть проблемы. Но тем не менее мы стараемся решать такие ситуации. Уговаривать людей. То есть приходить к какому-то компромиссу к этому идет? Да, естественно. Потому что никто не застрахован от такой ситуации в своей жизни. Это во-первых. А во-вторых, пандусы могут использоваться не только инвалидными колясочниками. Это и пожилые люди, которые испытывают трудности в передвижении уже в силу возрастных ограничений. Это и те же самые коляски. Естественно, проще по пандусу ее закатить в подъезд, нежели по лестнице. То есть на самом деле это функционал их намного больше, нежели использование только в качестве приспособления для крысла-коляски. А сколько стоит установка одного пандуса? Здесь на самом деле все индивидуально. Все зависит от высоты крыльца, от сложности конструкции. Поэтому и 100, и 200, и 300 тысяч может стоить стациональный пандус. То есть там нужны свои параметры, которые учитывают? Естественно, есть нормы и правила, которые рекламентируют параметры пандуса с точки зрения угла наклона, то есть продолжительности, длины этого пандуса. И расчеты производятся в каждом конкретном случае. Если брать инфраструктуру социальных объектов, там должны быть какие-то универсальные, наверное, конструкции. Вот этим тоже занимается министерство, я так понимаю? Министерство, да, осуществляет контроль и надзор за доступностью для инвалидов, но только в части организации социального обслуживания. Это те же самые комплексные центры социального обслуживания и дома-интернаты для пожилых и инвалидов. То есть на этих объектах доступная среда создана. Есть, конечно, кое-какие нюансы. Это, допустим, установка табличек со шрифтом Брайля, это установка индукационных петель для слабослышащих. Но эта работа проводится в постоянном режиме. И в том случае, если какие-то требования выполнить физически невозможно в силу каких-то ограничений параметров или конструкции здания, то есть еще такое понятие, как ситуативная помощь, когда альтернативные методы помощи инвалидов разрабатываются, инструкции соответствующие утверждаются, люди проходят обучение. И за счет этого есть также возможность создать условия для пребывания человека, имеющего определенные ограничения по здоровью на конкретном объекте. А если говорить не о социальных объектах, а о обычных, например, магазинах, театрах, вот как-то можно повлиять на собственника, чтобы тот установил пандус? Ну, если собственник добровольный не желает выполнять требования скандальства, ну, здесь вариант самый оптимальный, в надзорные органы обращаться, в прокуратуру в частности. Многие маломобильные люди говорят о доступности на остановках общественного транспорта. Расскажите, какие планы на 2021 год в оборудовании этих мест? Что касается остановочных комплексов, то это меры ответственности муниципалитетов. Если мы говорим о городе Омске, то это администрация города Омска. Но в то же время Министерство труда и социального развития Омской области, опять же в рамках госпрограммы «Доступная среда» реализует такое мероприятие, как обеспечение доступности остановочных комплексов, пешеходных переходов, в том числе за счет предоставления субсидий муниципалитетам. В прошлом году за счет средств субсидий администрации города Омска было оборудовано 18 остановочных комплексов, причем деньги были направлены серьезные, 10 миллионов рублей. То есть такая возможность появилась. И комплекс работ включал обширный набор мероприятий. Это установка и павильонов, это и выравнивание поверхностей для беспрепятственного доступа, и подходные пути к остановочным павильонам также асфальтировались за счет средств субсидий. В этом году у нас в два раза больше денежных средств запланировано. 20 миллионов на эти цели. Было принято постановление правительства Омской области о распределении субсидий. И как раз таки администрация города Омска, единственная из всех муниципалитетов Омской области, подала заявку на участие в распределении этих денег. Эти деньги они получат. На сколько остановочных комплексов хватит этих денег? 22 остановочных комплекса пока планируется. То есть еще более комплексный подход, более сложный, больший объем работ предстоит сделать. И здесь еще важно подчеркнуть, что перечень остановочных комплексов, на которых проводятся работы, в обязательном порядке, это по нашему настоянию, согласовывается с общественными организациями инвалидов. То есть региональное отделение Всероссийского общества инвалидов и региональное отделение Всероссийского общества слепых принимает участие в утверждении этого перечня. Для того, чтобы работы были проведены не просто на остановке, на той остановке, которая востребована именно инвалидами. То есть это либо какое-то компактное место расселения инвалидов, либо это точка притяжения их общественной активности, какие-то объекты ВАИ или ВОЗ, либо какие-то культурные объекты поблизости находятся. То есть принимается во внимание как раз-таки пожелания общественных организаций, которые транслируют, естественно, некие интенсии инвалидов. Конечно, это учитывать очень важно. Вячеслав Анатольевич, спасибо большое за интересную беседу. Пожалуйста. Я напомню, это было интервью с руководителем Департамента социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области Вячеславом Шестаковым. В студии работала Диана Камалединова. До встречи в эфире.